друзья мои хорошие всех пресс на своем канале меня зовут дмитрий канал добро едет это евро трак симулятор 2 и мы сегодня посмотрим с вами на бета-патч 148 который вышел 14 июля это в пятницу для евро трак симулятор 2 для америки вышел он раньше все ждали етс и ну когда же ну когда же ну собственно ребята получайте бета-тест 148 я напоминаю сейчас вверху будет дополнительно маленькие вставочка где я в принципе уже говорил и рассказываю еще раз чтобы участвовать в бета-версии нужно иметь лицензионную версию игры и соответственно сделать манипуляции это зайти в steam свойства етс бета-версии и во вкладочке выбрать public beta 148 после чего игра обновится и вы сможете поучаствовать в бета-тесте посмотреть что же добавилось новое но я с вами сейчас все это дело вместе и пройду у моего друга есть для тебя новости спасибо ральф я тут начал играть one state и меня удивило что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка процессе встретил кучу игроков и тигра полностью состоит из живых людей кто-то играет за полицейского кто-то за военного медика есть даже те кто создал свою банду и держит город страхи с кем-то я подружился начал мериться у кого круче тюнинг и самое крутое что все это на настоящей карте америки с удивительной оптимизацией и графикой я думаю что это новый уровень мобильных онлайн-игр буду тебя ждать one state обязательно скачай ее по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10000 игровой валюты давайте смотрите первым делом на что я хочу обратить внимание ребята это естественно добавление новой территории будущего дополнения западные балканы уже разработчики нам добавили территориальность этого дополнения вы можете посмотреть что будет у нас какие территории будем ожидать естественно выход самого этого дополнения но в данный момент как вы видите и словения хорватия герцеговина босния герб сербия черногория косово македония и албания это вот так будет выглядеть у нас дополнение западные балканы ждем очень хочется покататься очень красивые места это пушка ожидаем ну и в принципе что дальше сразу по карте да если уж так смотреть на карту у нас ребята изменилась территория германии германии реворг про что говорили разработчики неоднократно тизер или показывали у нас изменен гамбург у нас изменен кель у нас изменён росток и трампинг вот этот вот тоже город но соответственно дороги вплоть туда до скандинавии и вот вот эта территориальность изменена в дефолтной карте ну собственно европа да собственно это германия и соответственно вот эта штука вся изменена и реворг обновлена включая вот этот вот винзен где у нас добавился теперь официальный завод Philbinder, где мы можем с вами катать вот эти бочки новомодные от этой компании. Лицензирные то же самое, как было до этого с Кроном. Разработчики добавляли завод Крон. Будем катать, смотреть, естественно. Что еще? Как и в Америке, в принципе, та же самая история. Добавилась вкладочка изучения, где вы можете полностью посмотреть, какие дороги вы изучили, страны, города, где вы все проехали дороги, где нет. Соответственно, вы можете, кто любит проходить все, соответственно, катайте на здоровье. И также уже добавили сюда, видите, вот в таком пока варианте тестовом Македония, Босния, да, там Словения, Хорватия. И вот потихонечку когда вы дополнение, мы также можем все это дело изучить до 100%. Прикольно? Да, прикольно. Это, в принципе, что касается территориальности и карты. Дальше, ребята, смотрите, что еще. В просмотр фото в галерее опять же тоже добавились города, обзорные точки, вот эта вся история. Также здесь можно все это дело посмотреть по странам, где вы что прошли, вот эти маркеры, которые Cinematic, да, вот эта камера крутится, показывает там достопримечательности, либо какие-то важные места. Ну, собственно, по сути, вот как бы такая вот история. Плюс кастомные, значит, экраны загрузок добавлены, там уже, по-моему, если не ошибаюсь, уже даже западных Балкан добавили. Вот эту всю историю, просто загрузка будет красивая, новая. Ну, на этом как бы и все, если уж таких вот мелочей. Дальше идем у нас по просмотру контента. Это у нас прицепы, и, соответственно, прицепы у нас обновили автовозы, вот в таком количестве, то есть разные вариации, обновили просто сам вот этот вот автовоз. В собственности его до сих пор не добавили. Ну, печально-то печально, конечно, можно было хотя бы дефолтно добавить, но вот как бы у нас есть возможность теперь покататься с новыми вот этими полуприцепами в виде автовозы, повозить, скажем так, различные типы автомобилей. Они стали более лучше, более детализирования, да, и так далее, и тому подобное. Ну, в принципе, наверное, с прицепами все, и переходим к настройкам. В настройках, ребята, как раз в игровом процессе у нас добавилась та же самая история, как и с Американ Тракт Симулятором. Во-первых, разработчики добавили очень действительно интересную и важную функцию это помимо полползунков, которые у нас всегда были, у нас теперь появилась еще возможность отслеживать по градусам, да, соответственно, то есть по процентному соотношению более детально для себя настраивать тот или иной параметр, который вам нужен. Это более правильно, более интересно. Давно было это надо сделать, да, а то что разработчики телились и телились, ну, как знаете, как будто до кучи надо что-то докинуть. И в самом низу, ребята, у нас добавился, естественно, система АБСа и пробуксовочной системы. Покажу в игре, как это все, в принципе, работает. Также добавились звуки торможения, соответственно, когда колеса уходят в юз, у нас будет звук ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ТС, да, соответственно АБС у нас превращает Юз колес, чтобы они В кол не становились, а тормозило Более правильно, более смягчало А, соответственно, эта система противобуксовочная Соответственно, при старте, при повороте, при заносе Чтобы машина не заносилась Скажем так, колеса, также система Все это стабилизирует в грузовиках Вот, наверное, в принципе, вот такие вот дела Ребят, на самом деле, больше ничего Такого сверхъестественного добавлено не было Ожидаем еще сегодня Стрим от разработчиков В котором нам покажут Велтон, и возможно, сегодня выйдет Даже этот DLC, оно будет, скорее всего, платное DLC Велтон Пак, да, Велтон Трейлер Пак, будут ли там Шторы, не шторы, не знаю, но то, что Будут самосвалы, по крайней мере, разработчики Про это уже и намекнули, показали И все это было у них Во всех вот их обзорах, да, там Где они были на заводе, там и так далее, и тому подобное Ну, смотрите, да, если уж мы будем с вами Смотреть по системам Трекшн контроль, а, кстати, еще немаловажно Настройка устройств, ребят, тоже в мастер настройках Добавлено теперь новое вот такое вот меню Измененное меню, где более детально Уже мы можем настроить клавиатуру, мышку Либо там ваш джойстик или Игровую руль, уже это вот интерфейс Поменялся вот-вот как-то так Как бы даже тут есть вот Различные исключения Можно посмотреть, как это все работает И, соответственно, настроить по себе более детально уже Это вот, в принципе, вот такое вот изменение, ребята Что касается трекшн контроля И не трекшн, а вот противобуксовочной системы И системы АБС, да, в игровом процессе Если я сейчас все это дело отключу Давайте, где оно у меня все это есть Снимаю я эти вообще все галочки И мы с вами попробуем, да, куда-нибудь поехать Сейчас попробую Завожу я Вот, смотрите, я сейчас стартую У меня все это дело отключено, да Соответственно, я сейчас буду тормозить И вы увидите, как колеса станут в юз И будет звук этот Разгон Колеса ушли в юз Звук слышали Вся та же самая история Только сейчас я трафик отключу Вся та же самая абсолютно история Только уже с АБС, да И, соответственно, вы еще посмотрите Как это работает уже с АБС У нас будет тоже звук Этой всей истории Но при этом колеса будут Не в кол тормозить А вот так вот Разгон Делаем разгон Побыстрее Смотрите на заднюю ось Чик-чик-чик и уже Мягко Мягко Что касается, ребята, системы Под названием Противобуксовочной Вот этой системы Да, то, соответственно Здесь получается так Что просто в поворот Там, когда мы будем заходить У нас колеса будет Шлифовать Ну, как в дрифт Типа, да То есть это показывать Как бы смысла нету При включении этой функции Будет минимальное усилие На крутящий момент колес Соответственно Мы не будем так сильно Дрифтовать, скажем так То есть Не будет вот этой вот истории Вот как бы, наверное, так Пишите, что вы думаете По этому поводу С вами был Дима Канал Добро едет Успехов, удачи Увидимся Пока